всем привет вы на канале вовчик play с вами ольга завтра среда 28 февраля в игре пройдут плановые технические работы продлятся они на час дольше обычного времени сервера игры будут недоступны с 9.00 до 14.00 по московскому времени также в это время будет недоступен и официальный сайт зима заканчивается а вместе с ней заканчивается повышенный боевой опыт опыт навыков и шансы падения предметов а также два ивента приурочены к дню святого валентина подойдут концу это конкурс скриншотов с романтической тематикой и возможность завершить ивентовый дневник приключений последний день для получения награды из календаря к лунному новому году а также подойдут к концу трансляции борцов контента в ходе которых разыгрываются купоны с небольшими наградами для зрителей главным событием предстоящей недели станет запуск нового контента война роз 3 марта уже в это воскресенье состоится первое сражение между сторонниками камасильвии и аделиты каждая фракция состоит из гильдии лидера и третьего региона гильдия лидер определяется по количеству очков заработанных в ходе осад узлов и территории за последние две недели участники третьего легиона отбираются после того как определится гильдия лидер и распределяется между фракциями камасильвии и аделиты случайным образом общая цель для победы в войне роз это уничтожение главнокомандующей который находится в замке фракции противника под руководством командующего фракции вы будете захватывать светилище и защищать их получая преимущество в бою в виде повышения боевых характеристик а также активировать алтарь духов который находится в центре боевой зоны войны роз чтобы использовать орудия войны роз выполнять миссию по защите своей главнокомандующей либо уничтожению вражеской в конце концов просто сражаться на территории боевой зоны войны роз заметках гм на официальном сайте размещена основная информация о новом контенте ссылку оставлю в описании к видео система подбора участников лиги гильдий была улучшена диапазон очков для подбора группы лиги гильдий изменился с 400 на 200 увеличив количество групп с пяти до десяти если в лиге гильдий есть четное количество гильдий подавших заявку на подбор соперника подбор будет успешным независимо от группы если количество гильдий нечетная подбор будет успешным для всех гильдий кроме гильдий самым низким баллом подбор соперника будет происходить следующим образом сначала будут подбираться соперники из группы с высоким рейтингом затем противники в одной группе случае отсутствия в той же рейтинговой группе соперника подбор проходит между всеми разделами, выше либо ниже. Но приоритет отдается группе с ближайшим результатом. Например, на картинке вы видите вариант подбора соперников. Гильдии А, у которой самый высокий рейтинг, но у которой нет противника в группе, случайным образом подобрана гильдия Д из ближайшей группы. Гильдии Б и Е, С и Ф подобраны в одной группе случайным образом. Гильдиям G, H и E, J, у которых нет противника в группе, подобраны противники с наиболее близким рейтингом. А гильдия К осталась без противника, так как количество участников нечетное, а у нее меньше всего очков. Увеличено количество очков, которые вы потеряете в случае поражения с 10 до 15. В связи с изменением диапазона очков, штраф за бездействие в лиге гильдии и бонусные очки также были скорректированы. Поскольку система подбора была улучшена, результаты и высокие баллы не будут сбрасываться после применения улучшенной системы подбора до дальнейшего уведомления. Будут унифицированы предметы, которые используются для гарантированного улучшения экипировки по квесту у NPC Джетина. Печати боссов, застывшие кристаллы боссов, концентрированные энергии разных боссов будут объединены в один предмет. Печать, кристалл, энергия босса. Также будут объединены камни улучшения для каждого вида снаряжения, которые крафтятся из вышеуказанных предметов в камень улучшения брони и камень улучшения оружия. Улучшена функция автоматического перемещения предметов на склад. Помимо функции автоматически добавлять на текущий склад, добавлена функция автоматически добавлять на все склады. Используя эту возможность, вы можете хранить товары сразу на всех складах, включая открытый в данный момент склад. Если один и тот же предмет хранится на нескольких складах, он будет перемещен на склад с наибольшим количеством идентичных предметов. Функция доступна для складов, открытых после прохождения Магнуса. Добавлена функция «Просмотр истории использования», которая позволяет вам проверять записи хранений и перемещений предметов со склада. Добавлена возможность подать жалобы на нарушения в чате. Нажав на имя игрока и выбрав функцию «Пожаловаться», появится интерфейс истории сообщения. В окне отчетов по истории разговоров вы можете проверить содержание разговора, о котором хотите сообщить, и написать причину жалобы в поле ввода внизу. Увеличен шанс появления имперского скакуна при скрещивании лошадей. При скрещивании коня и кобылы 8 ранга 30 уровня вероятность получения имперского скакуна удвоилась по сравнению с предыдущим. При других условиях вероятность рождения увеличилась в 1,6 раза. А на этом все. Кому видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте прожать колокольчик, чтобы не упустить видео на канале. Всем огромное спасибо за внимание, всем пока!